Сегодня прогуляемся по Большому Гатчинскому дворцу. Зима самое прекрасное время посетить его, так как в отличие от летнего времени, нет много народу и спокойно нужно смотреть весь дворец. Стоимость билетов весьма демократична. Взрослые 300 рублей, плечащиеся пенсионеры 150 рублей. Давайте зайдем внутрь и погуляем по дворцу. Его еще не весь успели отреставрировать. Много где идут работы по реставрации. Дворцовая церковь в несколько раз перестраивалась. Менялся как ее интерьер, так и убран. Наиболее пышным оно было при Александре III. Император был глубоко верующим человеком. В книге «Столетие города Гатчина», изданной в 1896 году, есть описание дворцовой церкви. При первом взгляде на этот небольшой по размерам храм сразу видно, какое видное место среди царских забот занимало, из какой тщательной любовью вбивался каждый гвоздь по личному указанию и под непосредственным руководством самого царя, государя-императора. В настоящее время в церкви вновь возобновились службы и проводятся реставрационные работы. Итак, мы зашли в мраморную столовую. Мраморная столовая один из наиболее выразительных интерьеров, созданных архитектором Брэнном в стиле классицизма. Зал зрительно делится на две части. Большую, где устанавливаются столы для парадных обедов, и буфетную, калюстрадную, которая не только функционально организует пространство, но и служит постаментом для декоративных мраморных классов. В центре находится статуя Эрота. Верхняя тронная Павла I. В Гатчинском дворце в царствовании Павла I существовало четыре тронных комнаты. Наиболее пышная и торжественная это Верхняя тронная. Парадная опочивальня. Подобные предстоительские апартаменты в 18-м столетии, располагавшиеся на пути следования гостей, подчеркивали социальный статус хозяев и возвеличивали обыденные стороны жизни. Мы находимся в овальном будуаре императрицы Марии Фёдоровой. Сейчас мы находимся в башенном кабинете императрицы Марии Фёдоровой. Туалетная комната императрица Мария Фёдоровна. Греческая галерея появилась при перестройке дворца в 1796-м. Мужская половина спальни. Мужская половина кабинета. Женская половина гостиную. Субтитры создавал DimaTorzok Женская половина кабинет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы находимся в белом зале. Самое большое парадное помещение. 250 квадратных метров, нанимающие центральную часть дворца. Белый зал всегда использовался для пышных торжеств, праздничных приемов и многолюдных баллов. Сейчас давайте спустимся с вами в подземный ход. Еще при первом владельце Гатчинского дворца Орлове был устроен подземный ход, который вел к Серебряному озеру. Коридор подземного хода длиной в 130 метров, облицован натуральным известняком и освещается четырьмя круглыми окнами, устроенных в сводах. Благодаря хорошей акустике можно слышать эхо, из-за чего выход на берег Серебряного озера назван гротом «Эхо». На этом мы заканчиваем нашу прогулку по Гатчинскому дворцу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо!